Всем привет, друзья, и сегодня я вам проведу обзор лёгкого танка МИХС-13-75. Опять французской ЛТ-шки барабанщика идёт после МИХС-12-100, после вот этого, не, ну вы посмотрите, он буквально, сейчас посмотрим, он буквально чуть-чуть его повыше, а на уровень старше, это капец. В общем, перейдём к делу. Пушка ужас. Стоит она с МИХС-12-100, тут, считайте, не постреляешь, только если в корму или в борт, даже в борт-то не всех пробиваем. Так, это не то, движок. А, вот, скорость у него побыстрее, чем у МИХС-12, но это явно, потому что он на уровень выше, он должен хотя бы чем-то лучше быть. И, вот тут вот суть в том, что не обязательно покупать вот этот движок. Сейчас, объясню. Смотрите, этот движок весит 400 килограмм, а этот 700, считайте, в два раза больше. Этот танк весит сам-то 14 килограмм, это очень мало, если честно. И, поэтому, я думаю, не стоит покупать вот этот движок. А сразу же копите лучше на следующий танк. Вот это вот, реально будет нагибаторский танк, как я смотрел видео. А, вот этот вот, МИХ-12-75, проходной танк, но на нём нужно учиться. Да, я понимаю, на нём нужны руки. В общем, накопите на МИХ-12 тонн руки и играйте на МИХ-12-75. Так. Модули. Усиленные приводы наводки, чтобы сводился быстрее, потому что очень долго. 10 к радиусу обзора. Так. Просветлённая оптика, то есть. И я взял улучшенную вентиляцию, потому что не знаю, что ещё брать. Так. Так. Можете взять трубу и маскировочную сеть, если вы предпочитаете неподвижный образ жизни на этом танке. Чтобы... А, блин. Чтобы подсвечивать из кусов, извините. Так. Снаряды. Ну... Я взял фугасов для арты. Если повезёт в конце боя, найти её под калиберов 6. Один барабанчик. И... Все остальные бронебойные. Так. Тут, кроме обычного снаряжения, ничего нельзя взять, только если у вас есть голда. Честно, не знаю. Мне как-то... Допустим, если вас подожгут, вы всё равно уже убиты, считайте. Один пожар, и всё, у вас нету. Можно заходить в ангар и ехать на другом танке. И тут тоже всё не особо важно. Извините. Так. Вроде бы всё. Перейдём к бою. Мы оказались в бою на Прохоровке. Встречный бой. Я попал к и сам третьим. То есть к восьмому уровням. По-моему, этот танк у меня не попадался ни разу к седьмому уровням, чтобы без восьмых. Только один восьмой был. Один раз. Так повезло. Шесть. Шесть. Так. Тут я поеду, по-моему, по длине вот справа туда. Если вы заметите, но это очень трудно. По-моему, у этого танка динамика получше, чем он на МХ-12 тонн, но совсем чуть-чуть. Поэтому, вообще, друзья, напишите в комментариях, чем этот танк лучше МХ-12 тонн. И тут меня пробил Чаффи, вражеский светлячок. Не знаю, как у него так хватило скорости, чтобы быстрее меня до сюда. А как он меня засветил, я даже не представляю, если честно. Может быть, в кусты спрятался, не знаю. Извиняюсь за храни... У меня какой-то хронический... Ой, не хронический. Как это сказать? Кашель на ночь. Хотя уже ночь, не знаю. Тут я веду какой-то пассивный образ жизни на этом танке. Мне это не особо нравится. Да-да-да, вот. Смею заметить, что... Я... Это был мой второй бой на этом танке. И он в стоке. Это танк в стоке. Мой второй бой. Четко это запомнил. Бой выдался неплохой, я скажу так. Особенно для того, что я только начинал играть. Тут промазывает и сектори, и с третий. И... Т-29 нахлопучивает меня. Не знаю, что наши творят, конечно. ПТшки не поехали. Без слага чё-то. И с третий меня не видит. Заметьте, я... Рядом с ними стою, и они меня не видят. Какое чудо. Так. Т-34-2 не видит меня. Мне бы тут маскировочную сеть, я бы был тут в самом лучшем. По-моему, и сейчас он меня не заметил. Вот, вы смотрите, я просто выстрела не заметил. Всё, я думаю, я куплю трубу. Трубу с маскировочной сетью и буду нагибать. Просто светить пассивно. После этого боя, может быть, вам тоже захочется с трубой погонять. Давайте чуть-чуть ускорим, а то я чё-то тут просто тупо стою на месте. Мне кажется, вам не интересно особо. Или хотя, погодите-ка. А куда я поехал? Что он творит? Ворак. Ладно. Давайте всё равно ускорим немного. Сейчас, опять надо замедлять. Так. Мне кажется, я его не пробью, у меня нет шансов. Пытаюсь вы... Не стреляю. Тут мы выигрываем уже практически... Да, выигрываем. Не практически, а выигрываем. Хотя, команда какая-то... Не хотели ПТшки и не поехали туда на островок. Не знаю, чё-то. Как мы вообще вырвали победу? Тут я хочу флага засветить. Чтобы наши ПТшки хоть что-то сделали в этом бою. И... Я кого-нибудь тут засвечу. А, да, вот. Этот ИС. Который меня не убьёт, естественно. Её тут тоже... Уделывают со всех сторон. И справа, и там, сзади. И меня все будут стрелять в него. Осторожненько свечу. Сейчас бы его... С задката пострелять. И тут 6-6. Не помню, честно, чем закончится бой, но для меня это тоже интрига. Тут я, естественно, промазываю, разряжаю барабанш для следующей перезарядки. Кстати, заметили, что у меня почему-то 0 голды, но я не знаю. Может, я ещё тогда не зарядил её. Но, наверное, в сток пушки не зарядил. Потому что она и так не пробивает, а на голду ещё тратиться надо. И тут мы опять выхватываем победу. Не знаю. Возможно, эта команда просто противников была настолько ужасна. Что даже мы что-то сделали. И тут я могу пробить эту ПТ-шку картонную. Это единственное, что я могу сделать в этом бою со сток пушкой. Без сводки стреляю уже. И тут убивают Иса, и я иринусь, скорее всего, вперёд. Навстречу... Навстречу... Навстречу к Саулу. И, скорее всего, она реально впереди меня. Чисто впереди. В кустиках где-нибудь спряталась. Впереди, скорее всего. Вот и пантерка наша. Естественно, арта же в режиме арт-прицела ничего не видит. Ох, как я его... А, это не я. ИС-6 его убивает. Тут я пошёл светить этих двух ПТ-шек и ТТ. Естественно, удачно. Тут все мне хотят помогать, естественно. Потому что я один остался светляк. Не считая. Хотя Т-43... Не знаю, что он делал весь бой. Я-то весь такой покалеченный. Забираюсь в гору. После активной... После активного света. Сто... Сто десятку, скорее всего. Убьют. Тут я засвечиваю... Не факт, что я, конечно. По ЗСФЛ. И на Шорна. Я их единственных тут, по-моему, в бою мог и пробить. Но не пробил. Потому что он бы меня... Убил. Прям какая-то скороговорка. И сто десятку... Забирают... Наши союзники. Смотрите. Вот сейчас вот... Я вам покажу... Что... Я сделал в этом бою. Я сделал в детском. Теперь... Я сделал... Я сделал... Поехали. Ребята... Я сделал... Уверх. Я сделал... Самый «Тос». Темого не было... Я сделал... Продолжение следует...